Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя тема нашего онлайн-урока – техника постановки внутривенной инъекции. Урок ведет преподаватель предмета «Основы сестринского дела» Адилова Гумира Сулетовна. Тип практического урока – это урок ознакомления с новым материалом. Цель нашего занятия – научить технике постановки внутривенной инъекции строго по профессиональному стандарту и применять в дальнейшей практической деятельности. Сегодня я хотела при объяснении нового материала применить следующую методику – это информационно-коммуникативную и использовать презентацию и видеофильм. Критерии оценивания урока. Студент может дать определение понятиям – профессиональный стандарт, внутривенная инъекция, анафилактический шок, гематома. Студент знает цель, показания и противопоказания, места введения, возможные осложнения, а также может приготовить необходимое оснащение. Может установить контакт с пациентом, провести инъекцию, может показать связь между подготовкой пациента и медсестры к манипуляции, а также алгоритмом действия. В ходе обсуждения выявляет сходства и различия подготовки пациента и медсестры к манипуляции. Делает выводы о важности строгой последовательности выполнения манипуляции, а также подготовки оснащения процедуре. Дескриптор. Студент, зная цель процедуры подготовки оснащения, дает четкую характеристику возможным осложнениям в результате нарушения техники постановки, правила септики и антисептики. Четко связывает суть подготовки процедуры и технику проведения внутривенной инъекции. Делает выводы о важной последовательности действий при проведении процедуры, устанавливает контакт с пациентом и проводит внутривенную инъекцию по стандарту. Ребята, для вас я разработала чек-лист для того, чтобы вы могли оценить свои знания. Здесь 20 пунктов. Вы можете в конце занятия самостоятельно проставить себе баллы, суммировать, оценить себя и проверить свои знания. Критерии оценивания перед вами. Итак, внутривенная инъекция. Цель лечебная – это струйное введение лекарственного раствора в рейносное русло. Показания. Проведение процедуры назначения врача. Противопоказания. Аллергическая реакция. Поражение кожи и подкожно-жировой клетчатки при полагаемом месте инъекции. Флебид пунктированной вены. Следующее возможное осложнение, представленное в кластере. Это ошибочное введение лекарственного вещества, гематома, медикаментозные воздушные эмболии, некроз, СПИД, вирусный гепатит, флебид, аллергические реакции, тромбофлебид, анафилактический шок и сепсис. На фото изображены возможные осложнения. Слева вверху лицо пациента, у которого развился анафилактический шок. Вверху справа гематома, это наиболее часто встречающиеся осложнения. И справа внизу воздушная эмболия, закупорка вены воздухом, воздушным пузырем. Анатомические места введения инъекции. Это поверхностные вены локтевого сгиба, поверхностные вены предплечья, кисти, тыла стопы, вены головы детей. Необходимо приготовить следующее оснащение. Это стерильные шприцы однократного применения, емкостью 10-20 мл, длина иглы 40 мм. Стерильные салфетки, стерильные ватные шарики, резиновые перчатки, лекарственные средства, кожный антисептик, резиновый жгут или венозную манжетку, клеенчатый валик под локоть, пинцет дезраствори, противошоковый набор, а также контейнер безопасного сбора и утилизации класса А и Б. На фото изображены необходимые оснащения, необходимые изделия медицинского назначения. Посмотрите внимательно. Алгоритм действия. Объясните пациенту цель и ход процедуры, дайте необходимую информацию о лекарственном средстве. Проведите деконтаминацию рук на гигиеническом уровне, обработайте их кожным антисептиком, наденьте маску и перчатки. Уважаемые студенты, посмотрите, пожалуйста, видеофильм о процедуре. Уважаемые студенты, я хочу сейчас вам продемонстрировать алгоритм действия техники проведения внутривенной инъекции. Прежде чем приступить к манипуляции, вы должны поприветствовать, поздороваться с пациентом, объяснить ему цель и ход процедуры, дать необходимую информацию о лекарственном веществе, об ощущениях во время и после инъекции, взять у него согласие. После чего по приказу 111, вышедшим 23 апреля 2013 года, вы должны провести деконтаминацию рук, помыть руки жидким мылом, обработать антисептиком и одеть резиновые перчатки. После чего мы непосредственно приступаем к манипуляции. Мы берем в руки упаковку со стерильным шприцом. Емкость при данной инъекции, емкость шприца 10 или 20 мл. Далее мы смотрим срок годности и герметичность упаковки. Начинаем открывать упаковку, скрывать. Саму упаковку мы бросаем в класс А. Дальше мы проверяем проходимость стеглы. Кладем стерильный лоток. Затем мы берем лекарственное вещество в руки, в данном случае ампула. Читаем название, процентную концентрацию и срок годности лекарства. Сравниваем с назначением врача. Далее мы открываем бикс. Берем стерильный пинцет. Извлекаем из бикса стерильные ватные шарики в крафт-пакете. Открываем крафт-пакет. Кладем стерильный лоток. Берем пинцетом стерильный ватный шарик. Смачиваем в спирте. И вскрываем ампулу, предварительно обработав. Саму ампулу мы бросаем в класс В1 для твердых медицинских отходов. Далее берем в правую руку шприц, снимаем колпачок, фиксируем муфту иглы. Правильно держа ампулу в левой руке, набираем лекарственный препарат. После чего мы должны поменять иглу и одев колпачок, извлечь воздух, выпустить воздух. Для профилактики возможных осложнений, воздушной эмболии. Шприц кладем в серийный лоток. Далее, уважаемые студенты, надо уложить или усадить пациента. Затем мы должны под локоть пациента положить клеенчатый валик для полного разгибания руки в локтевом суставе. Следующее наше действие наложение жгута. Жгут накладывается на среднюю треть плеча, обязательно на одежду пациента. Одежду мы так скатываем и заворачиваем таким образом жгут. Если у пациента короткий рукав, нужно жгут накладывать на салфеточку. На голое тело жгут накладывать нельзя. Наложение жгута делается таким образом. Мы левой рукой соединяем жгут, правым вторым пальцем мы образуем петлю. Конец жгута должен смотреть вверх, петля вниз. После чего просим пациента сжать и разжать кулак. Затем мы массажными движениями ребром ладони левой руки нагнетаем кровь к локтевой ямке. Затем просим пациента сжать кулак и пальпируем вену для полного кровенаполнения. Далее мы берем в руки стерильный ватный шарик и обрабатываем перчатки. После чего мы берем два ватных шарика и смачиваем в спирте. Третий ватный шарик мы зажимаем между четвертым и пятым пальцами. Первым ватным шариком мы обрабатываем большую зону инъекции площадью 10 сантиметров. Вторым ватным шариком мы обрабатываем меньшую зону площадью 5 сантиметров. Далее мы берем шприц руки и не снимая колпачка выпускаем воздух. Затем фиксируем муфту иглы, снимаем колпачок и скосом иглы вверх, большим пальцем левой руки, зажимая вену, фиксируя, мы вводим на 3 сантиметра выше, параллельно вене, прокалываем кожу, на 1 треть вводим иглу в вену. После чего левой рукой мы тянем поршень на себя. В шприце должна появиться кровь. После чего мы просим пациента разжать кулак и снимаем жгут. Медленно левой рукой, нажимая на поршень, мы вводим раствор в вену. После как мы ввели раствор в вену, ватным шариком, сухим, не смоченным, мы зажимаем место инъекции. Просим пациента согнуть руку на 3-5 минут. Далее мы опускаем шприц без колпачка в контейнер класса В1 для твердых медицинских отходов. По истечении 5 минут мы убираем ватный тампон и проверяем место инъекции, нет ли осложнений. Ватный тампон мы должны выбросить в контейнер класса В2. Спрашиваем пациента о самочувствии. Закрепление пройденного материала. Задание номер 1. Посмотрите на рисунок. Какие ошибки и нарушения гигиенических правил в работе медперсонала вы видите? Дескриптор. Судент может указать ошибки и нарушения правил в работе медсестры. Судент строго соблюдает гигиенические правила во время постановки инъекции. Также знает, как провести внутривенную инъекцию и наладить общение с пациентом. Посмотрите на данный фотослайд. Найдите ошибки. Ответ. Медсестра на фото номер 1, то что слева, не соблюдает санитарно-гигиенические правила при проведении процедуры, не одела маску и резиновые перчатки. На фото номер 2 справа также грубо нарушены правила личной гигиены. Медицинская сестра не одела колпак и маску, не спрятала волосы под колпак. Задание номер 2. Медсестра приготовила необходимое оснащение к проведению внутривенной инъекции. Посмотрите на фото на следующем слайде. Все ли она приготовила к процедуре. Перечислите и подготовьте необходимое оснащение к процедуре. Дескриптор. Студент оценил действия медсестры, выявил ошибки. Студент перечислил все предметы ухода и инструменты для проведения манипуляции. На данном фото слайде найдите ошибки, не хватающие предмета ухода и инструменты. Рефлексия. Я знаю, хочу знать, могу выполнить, умею. Домашнее задание. Внимательно прочитайте стандарт. Выполните заданные на дом ситуационные задания. Самостоятельно составьте тестовые задания к этой теме. Составьте кластер по оснащению процедуры. А также составьте кроссфорд, где ключевое слово – внутривенная инъекция. Спасибо за внимание и проделанную работу.